Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Мы продолжаем начатую серию, серию «Неизвестная Россия, Сибирь, неизвестная Россия». И снова с нами у нас в гостях в нашей зум-студии Александр Франц, епископ Лютеранской Церкви, город Барнаул. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, я снова рад вас видеть. Мы тоже очень. И с нетерпением все, и я, и все зрители, мы ждем интересный рассказ о вкладе протестантов в историю, в развитие нашей страны, нашей России. О ком сегодня пойдет речь? Мы с вами вот говорили про то, как протестанты появились в Сибири еще со времен Ермака Тимофеевича, как они здесь обустраивались, насколько в них было заинтересовано правительство в том, чтобы они трудились здесь, в Сибири. Мы говорили уже о некоторых горных инженерах, которые были по расповеданию протестантами и оставили такой значительный след свой в сибирской истории. Говорили мы про двух пасторов, пастори, в частности, Леубы и пастори Лаксмани. Это первые два алтайских пастора, которые тоже большой след оставили в истории. А вот сегодня я бы хотел рассказать об одном прихожанине. Родился он в городе Барнауле. Тогда это не назывался город Барнаул. Это был поселок при Барнаульском заводе. Поэтому у него, как местом рождения, у него указан Барнаульский завод. Вот написано «Родился при Барнаульском заводе». Александр, вот вы упомянули прошлую нашу программу, которую, надеюсь, зрители уже посмотрели, все, кто занялся, о пасторе Лаксмане. И вы говорили про этот фильм, который вышел о японце, который здесь вот был с ним. Я посмотрел все данные везде и всюду. Но знаете, самое интересное, что никто нигде не указывает, что он был ветеранским пастором. Ни в Википедии, ни в фильме, нигде. Ну, вот, к сожалению, да. Это, ну, как, для многих считается, что это не какой-то, наверное, несущественный факт. Все пишут о его вкладе в историю, о его вкладе в науку, о его открытиях. Ну, вот, на самом деле, как-то считается, что то, что он много лет отработал лютеранским пастором и начинал еще в Финляндии работать помощником лютеранского пастора, и вот потом здесь, на Алтае, считается, что это несущество. Ну, как бы, с моей точки зрения, мне кажется, это говорит о многом. Это говорит о характере этого человека, о складе его ума. Он до конца жизни искренне верил в Бога. Он часто цитирует, ссылается на Бога в своей переписке. Мне кажется, тут нельзя отделять одно от другого. Аминь. Я думаю, что, извиняюсь, мне кажется, это еще, знаете, часть это повлияло вот в советское время. Тогда можно было, можно говорить было об ученых, о каких-то исследователях, но вот... Нельзя, нельзя было говорить, что вот они какое-то отношение имели к религии, к вере в Бога. Ну, вот мы, например, можем вспомнить Витуса Беринга, да, вот Витус Беринг, полярный исследователь, да, вот такой. Ну, не полярный, так скажем, исследователь Дальнего Востока. То, что он был лютеранином, то, что он как бы был искренне верующим человеком и даже в экспедицию с собой брал пастора, вот почему-то об этом в советское время не любили упоминать. Епископ, давайте мы расскажем честную историю и будем называть вещи своими именами, людей своими именами, кто они были, кем они были, почему они так поступали, потому что они были верующими, потому что они были протестантами. И этот факт замалчивается даже из сегодняшней России. Рассказывайте, мы ждем вашу историю. То есть как раз вот вера в Бога, она давала им силы ехать в эти дальние края и вот делать то, чего от них ждало правительство, ждали их друзья, сослуживцы. Мне кажется, это как бы неотъемлемая какая-то характеристика человека, про которую ни в коем случае нельзя забывать. Сегодня я хотел рассказать вот как раз об одном таком протестанте, повторюсь, который родился здесь, в Барнауле, при Барнаульском заводе, когда еще Барнаул не был городом. Почему он родился именно здесь? Ну, придется для начала рассказать о его родителях, чтобы понять, почему этот ребенок родился здесь. Его родителями были Елизавета Качка и австрийский ученый. Вот он, скорее всего, не был протестантом, скорее всего, он был католиком. Его звали Бенедикт Иоганн Франц фон Герман. Он был уже известен на своей родине как ученый. И потом уже он развивал свои исследования, когда его пригласили в Россию. Пригласили его в Россию в 1782 году. Он приехал в Санкт-Петербург, стал членом-корреспондентом Российской Академии Наук, забегая вперед, скажем, потом и академиком. Сначала он трудился в Санкт-Петербурге. Потом Екатерина II отправила его в помощь горным инженерам, метаургам. Она его отправила на Урал, на уральские заводы. Он составлял описание этих заводов, составлял описание этих месторождений, окружающей местности. И так как уральские заводы были достаточно тесно связаны с округом Колыван-Воскресенских заводов здесь, на Алтае, то он постоянно на протяжении многих лет выезжал в такие длительные командировки на Алтай. Подолгу он жевал в Барнауле. И вот, наверное, его эта барнаульская жизнь, она привела к тому, что он женился на дочери начальника Колывана-Воскресенских горных заводов, на дочери Гавриила Симоновича Качкина, на Елизавете Качкина. Вот мы как-то один раз мы с вами упоминали уже, говорила Симоновича Качку. По происхождению тоже человек достаточно загадочный. Мы знаем только его отца Симона Качку. И он был приглашен еще в Петровские времена в Россию. Трудился он на уральских заводах. И там вот в истории Пугачевского бунта есть, например, такие слова, что «Был ранен Симон Качка от восставших». По-моему, у него ранение было в ногу. И он указывается на национальность. Указывается на национальность поляков. Хотя в других источниках он иногда указывается, как выезжачий из Венгрии, как вендор. Иногда его называют Словаком. Точно определить национальность, говорила Симоновича Качки, его отца мы не можем. Это загадка для сибирских краеведов. Откуда же происходила эта семья? Как бы написано, что изначально они выезжали из города Допшина. Это город в нынешней Словакии, в Словацкой республике. У него есть второе немецкое название. Топшау. Но дело в том, что этот город, его как-то населяли традиционно всегда три национальности. В этом городе всегда традиционно проживают Словаки, немцы. И немножко какая-то часть там венгров проживала. Но город этот лютеранский. Большей частью там проживали именно лютеране. В городе традиционно занимались горным делом. Но вот как бы эти месторождения потихоньку истощались, истощались. Я как-то даже переписывался с нынешним лютеранским пастором этого города Допшина. Просил его помочь мне найти документы по семье Качки. Но он сказал, вы запросили настолько древний, старый период, что эти документы надо искать не в нашем городке, их надо искать как минимум в Братиславе. Ну а до архивов Братислава мы с ним вот пока не добрались. Тем не менее, тем не менее, вот говорил Симонович Качка, который потом вот оказался на Алтае. он, ну скажем, прославился здесь именно как управляющий, как горный инженер. У него была большая семья. Его женой была Мария Гартман. Вот она была лютеранка. И вот от этой Марии Гартман, он имел много детей, в том числе вот дочь Елизавету, которая, собственно, и вышла замуж за Бенедикта Франца Герман, который, вот я повторюсь, сюда приезжал на Алтае в длительные командировки. Ну вот, по всей видимости, от брака католика и вот лютеранки Елизаветы Качки, собственно, и родился наш герой. Он был крещен в Барнаульской лютеранской церкви. Это нам известно совершенно точно. Потом, ну, по всей видимости, как бы ребенок с родителями, они перебрались назад на Урал. Потом уже сам Франц Бенедикт Герман перебрался и в Санкт-Петербург, где умер. А вот его сын, он, собственно, пошел по стопам отца. Он обучался в горном корпусе. Одно время работал вместе с отцом в горном ведомстве. А вот когда уже отец умер, он перевелся в военное ведомство. И в этом военном ведомстве он, как бы, попал на службу в Оренбургский край. И в Оренбургском крае он состоял адъютантом при, был такой военный губернатор Оренбургского края и Оренбургского корпуса Эссен. Вот при этом Эссене он состоял адъютантом и даже, как вот пишется в источниках, руководил пограничной канцелярией. Но вот потом произошел некий случай, который описывается достаточно туманно. Написано только, уволен со службы из-за того, что оказывал сильное влияние на губернатора. В чем заключалось это влияние, толком нигде не пишется, но ему пришлось перевестись. Он работал опять на Урале после этого. Ну и, как бы, в конце его судьба уже опять его занесла в Санкт-Петербург, где, наверное, проживали его родственники. И вот в Санкт-Петербурге он вступил в вольное общество любителей словесности. Тогда в этом обществе состоял такие достаточно известные у нас в России поэты, писатели, такие как Кюхельбекер, Дельвик, ну и, собственно, и сам Пушкин. Вот про его, скажем, деятельность в вольном обществе подробно не указывается, но приводится его фамилия среди тех, кто приходил, являлся на заседание. То есть там мы можем проследить, что он участвовал в заседаниях вольного общества, они обсуждали там широкую повестку вопросов. Вот, по всей видимости, там же вот он впервые, наверное, и познакомился с Пушкиным. Что их могло свести вместе? Ну, как вот рассказывают мемуаристы, сам Пушкин любил играть в карты и часто проигрывал большие суммы. Вот такой же грешок водился, собственно, вот за нашим героем Германом. А, ну, кстати, звали его при рождении Фридрих и Ан, а потом уже вот на русский манер его называли Федором Ивановичем. Вот этот Федор Иванович Герман любил играть в карты. Каким образом он покрывал потом свои проигрыши картежные, мы не знаем, но вот, например, описывается история его отца, собственно, его самого, что они по частям продавали минералогическую коллекцию отца. То есть, когда они нуждались в деньгах, ну, вот в случае, наверное, с младшим Германом, это на самом деле были карточные проигрыши. Они продавали минералогическую коллекцию, ну, вот так вот, что называется, закрывали свой бюджет. Потом эта история, она будет описана Пушкиным, только у Пушкина его герой Герман продает не коллекцию, не минералогическую коллекцию, он продает коллекцию насекомых. Ну, я думаю, что Пушкин это вот как бы имел, наверное, право, потому что, ну, вот, когда я говорю, что вот наш Федор Иванович Герман, человек, рожденный в Барнауле, что этот люторанин послужил прототипом вот главного героя Пиковой дамы, тут надо понимать, что он, ну, Пушкин не пытался буквально там до последней черточки списать там совершенно там точно вот образ, образ нашего Барнаульского Германа. Нет, скорее всего, он брал какие-то общие черты, вот карточные игры, какие-то их общие истории. Наверное, он знал описание их семьи. Например, у Пушкина есть такое малоизвестное произведение, оно называется «Герман и Шарлотта». Про него мало кто знает, но вот там, например, персонаж, который называется Шарлотта, да, вот если мы будем, если мы проследим историю семьи Германов, то мы узнаем, что это его родная сестра. Вот, наверное, я не знаю, конечно, был ли Пушкин знаком с самой Шарлоттой, но я думаю, такие вот совпадения, они не случайны. Чем еще вот, наверное, совпадает по описанию наш Герман, если мы вспомним, как у Пушкина описывается Герман, он у него описывается человеком, происходящим из семьи обрусевших немцев, ну, а вот мы знаем, да, что, ну, как бы национальность австрийцы, ну, кто-то говорит австрийцы, кто-то говорит австрийские немцы, ну, то есть это, ну, скажем так, весьма близко, да. Также описывается, что он происходил из семьи горных инженеров, это совершенно точно, и наш, и наш барнаульский Герман происходил из семьи горных инженеров. Ну, вот, повторюсь, их игра в карты, которая была и у того, и у другого, она, ну, как бы тоже показывает, ну, что речь идет, скорее всего, именно об одном и том же человеке. И вот таких вот черт совпадений мы находим, ну, я сейчас вот могу, наверное, долго вспоминать, да, но их достаточно много, чтобы понять, что речь идет об одном человеке. Тем более, например, если вот говорить о Пушкине, да, то у Пушкина в его произведении Герман приводится как фамилия. И только потом уже Чайковский в своей опере «Пиковая дама» он фамилию героя меняет на его имя. То есть, если у Пушкина, повторюсь, это фамилия, то у Чайковского это уже имя Герман. Там, собственно, разница, ну, если это, как бы, в произношении нет, наверное, какой-то заметной разницы, да, то на письме мы видим, там просто добавляется фамилия лишняя, ну, не лишняя, как бы там двойная буква «Н». А в имени этой буквы нет. Вот, собственно, разница только в одну букву и вот такие вот, ну, как мне кажется, удивительные совпадения. А если говорить о характере нашего героя, он, наверное, ну, можно сказать, тоже значительно напоминал Пушкин, вот именно то, как описывает Пушкин. Он был достаточно, ну, с одной стороны, может быть, где-то расчетливым человеком, может быть, даже педантичным. С другой стороны, ему были свойственны такие вот, ну, какие-то порывы душевные. То есть, у него была тоже такая жизнь-мигра страстей. Вот есть такой известный российский мемуарист Филипп Вигель, который оставил, ну, достаточно такие вот, ну, скажем, объемные записки. И вот в его записках как раз вот наш барнаульский германон фигурирует. Он написывает две истории, которые вот, ну, как ему кажется, произошли вот с нашим германом. В одну историю можно поверить, вторая история, наверное, больше напоминает какой-то такой, ну, наверное, вот анекдот. Первая история заключается, ну, она произошла еще при его службе в Оренбурге. Получилось так, что один из его подчиненных, чиновников, вовремя не смог предоставить документы. И разговор происходил в канцелярии. Наверное, это как бы вот, скажем так, так сильно подействовало на германа, там, началась перепалка, он выхватил саблю и стал по кабинету гоняться с этой саблей за вот за своим подчиненным. Тот, ну, как бы, желая спасти себе жизнь, а ему казалось, что Герман может его на самом деле убить, он выбежал во двор, бросился по двору, Герман преследовал его с саблей, и вот, наверное, то, что спасло этого чиновника, Герман упал и подвернул ногу. Он не мог встать, сидел посреди двора с подвернутой ногой, в это время чиновник сбегал в канцелярию, провинившись этот чиновник, нашел недостающие документы и дальше, как это описывает Вигель, нес, ну, нес к лежащему во дворе Герману на вытянутых руках на манер иконы, прикрываясь этими документами. Ну, вот так, так, как бы, эта история заканчивается, но, наверное, это говорит о характере, характере героя, то есть, он мог быть и расчетливым, мог быть и вспыльчивым, мог быть педантичным. Другая история, ну, не знаю, в другую историю я не верю, но я ее вам все равно расскажу. Написывается, что Герман в одной из поездок остановился на постоялом дворе и когда все ложились спать и свет уже был погашен, он решил как-то поухаживать за помещицей, которая тоже остановилась в это же самое время на постоялом дворе. Он пробрался к ней, получил от нее пощечину, что он там делал, ну, тут можно только отдаться на волю фантазии. Прошел в соседнюю комнату, где спал священник и отвесил оплюху священнику. После этого лег в постель, священник проснулся, стал что-то там бубнить, говорить про то, что вот меня кто-то сейчас ударил, что это такое, и помещица из дальней комнаты ему отвечала, вот не будешь лезть. Ну, вот как бы говоря современным молодежным языком, так Герман перевел стрелки на этого священника. Я не смогу верить в эту историю, она вот именно больше напоминает анекдот, но вот ее, тем не менее, рассказывают как историю о Германе. Откуда, собственно, вот нам стало вообще известно и интересно эта история? Во-первых, сами уральские краеведы, они подтверждают, подтверждают, что, ну, они как бы исследуют период жизни Германа на Урале, его работу там, но они подтверждают, что, во всей видимости, да, героем пиковой дамы послужил вот этот человек, который работал у них на Урале и был рожден в Барнауле. Я первый раз с этими документами столкнулся на сайте мормонов. Вы, наверное, знаете, да, что септа мормонов, они, скажем так, увлекаются сильной генеалогией и пытались они в России, еще начиная в перестроечные времена, копировать российские архивы и региональные архивы и федеральные. Они собрали на самом деле большой массив данных по разным церквям, в том числе и по Кольутеранской церкви. И вот в этих мормонских ресурсах я как раз первый раз столкнулся с этими метрическими книгами. Там было указано место рождения нашего героя, что он родился при Барнаульском заводе в 1789 году. И там же указывалась дата смерти, где его отпевали. Его отпевали в Санкт-Петербурге, по-моему, это была точно Лютеранская церковь, по-моему, Святой Екатерины. Там указывается, что его отпели в 1852 году и похоронили на Волковском Лютеранском кладбище. Это совершенно точные исторические данные. Настолько же точно, как то, что он состоял в этом вольном обществе, то, что он был знаком с Пушкиным. Более того, я пытался как-то проследить, были ли в числе друзей Пушкина какие-то другие Герману. Нет. Больше людей с таким... Были, конечно, и горные инженеры, но людей с такой фамилией, тем более горных инженеров с такой фамилией, больше Пушкин точно не знал. Ну и вот эта вот страсть, которая их связывала с картами... Ну и, кстати, да, наш Герман тоже занимался стихосложением также, как Пушкин. Ну, наверное, он, естественно, не так известен, как поэт. Ну, я могу прочитать, ну, не на память, но я вот так специально выписал перед нашим разговором эпиграмму, которая была написана нашего героя. Вот если вы позволите, я ее прочту. Эпиграмма вот про героя Пиковой дамы, про человека, рожденного в Барнауле, она вот такая, я думаю, она его хорошо характеризует, как здесь написано. Вот и Герман весь в чернилах пишет план воздушный свой и толкует, как в горнилах плавят золото с сурьмой. И тогда же в иступлении, бросив свой мундир в камин, он хохочет в восхищении и шагает, как павлин. Ну вот, мне кажется, эта эпиграмма, она прямо написана человеком, который, наверное, точно лицезрел нашего Германа. Он писал, вот здесь написано, что он толкует о том, как смешивать золото с сурьмой, про какие-то опыты химические. Дело в том, что он на самом деле писал научные статьи для горного журнала и там публиковался. Поэтому здесь в эпиграмме нет преувеличения. Но относительно того, что выступлений бросил в камин свой мундир, могло такое быть? Не знаю, наверное, наверное, могло, потому что, учитывая, где-то, может быть, вспыльчивый его характер, потому что он точно не был таким скучным человеком. Казалось бы, где Пушкин, где Пиковая дама и где маленький городок Барнаул. Там рождаются такие будущие литературные герои. Хотят они этого, не хотят, но они попадают в историю. Александр, спасибо вам за такой интересный рассказ о пушкинском Гермине, который попал в историю, попал не случайно, которого сам Пушкин, великий русский поэт, он, но знаете, что мне сегодня поразило, что мы рассказываем о первооткрывателях, о разных людях. Сегодня вы рассказали нам о протестанте, который был азартным человеком и сильно играл в карты. Одно приятное, что всегда расплачивался своими долгами, даже своими коллекциями. Даже Пушкин заметил его. Вот интересно, чем он покорил его. Но история очень интересная. Ну, я думаю, извиняюсь, вот еще сейчас добавлю, мне кажется, там вот, ну, вот вы когда говорите, что он всегда рассчитывался, это на самом деле так. Там даже приводится в одном случае растрата денежных средств, казенных денежных средств, которая, ну, которая числилась за одним из его подчиненных. и вот Герман, чтобы, ну, как-то, ну, не знаю, загладить этот скандал, там, или чтобы тень подозрений не пала и на него, он оплатил, оплатил вот эту растрату из своих денег, хотя, наверное, мог бы этого и не делать. Мне кажется, это вот тоже его характеризует. Ну, а то, что вот в одном человеке могло сочетаться и, ну, его служба в горном ведомстве, потом его военная служба. Вот я еще, например, не сказал, что наш вот Герман, служа в Оренбурге, он там стал известен как исследователь, он специально выезжал вот дальше, скажем там, вглубь современного, ну, территории современного Казахстана, Средней Азии, и о нем многие пишут именно как исследователи вот этого большого степного края. Это, мне кажется, ну, тоже одна вот такая, наверное, черта его, ну, или одна из частей его жизни, да, что человек мог быть горным инженером, мог быть исследователем, и вот, мог сочинять стихи, мог играть в карты, мог проживать то на Урале, то в Оренбургских степях, то возвращаться в Петербург. Я думаю, что тогда люди, наверное, все-таки больше отличались таким, ну, наверное, в хорошем смысле авантюрным характером. Даже вот, ну, когда вот мы сегодня вот с вами начали с Лаксмана, да, и мы, вот почему, почему для меня важно, например, упоминать, что они были протестантами, там, и Лаксман, и Герман. Дело в том, что многие, ну, вот, многие ученые задумываются, задумываются, почему протестантам удалось, вот, во многих странах, ну, совершать открытия и поднимать большую экономику, да, вот, говорят, что протестанты, они, именно в силу своего вероисповедания, больше склонны к каким-то переездам, к созидательному труду, что вот им, постоянно им не сидится на месте, им хочется нести какие-то вот такие культуртрегерские функции, то есть, вот они, они готовы, они готовы двигать экономику других стран, куда переселяются, да, они готовы там совершать научные открытия, влезать во всякие авантюры, чего, наверное, не свойственно людям, вот, других религий, то есть, я не говорю, что там, там, другие вероисповедания хуже там, чем все протестантские, нет, но вот, какой-то авантюризм, наверное, в хорошем смысле, повторюсь, авантюризм, он присущ, присущ протестантам, нам, нам как-то не сидится на месте, нам хочется вот исследовать мир, мне кажется, это вот как раз Германа и характеризует. Наверное, не случайно все-таки его удалили от губернатора, наверное, и губернатор мог проиграть не то, что свои собственные, наверное, и все губернии мог проиграть с таким компаньоном, наверное, его и отправили подальше в Петербург. Ну, либо они с ним отправились в какую-нибудь дальнюю экспедицию, дальнюю и авантюрную. Наверное. Спасибо большое. Я напоминаю, это наш проект, канал «Взгляд с небесный», наш новый проект, уже, который продолжается, развивается, неизвестная Сибирь, неизвестная Россия, и ведет нас в этой истории, удивительной истории нашей страны. Александр Франц, ветеранский епископ, город Барнаул. Александр, огромное вам спасибо. Благослови Господь. Благослови Господь.